Здравствуйте, меня зовут Гульнас, и это заключительное видео о партнерских колодках. Я хотела сделать серию выпусков о приспособлениях для утюжки, колодках для ВТО, для того, чтобы максимально раскрыть эту тему, для того, чтобы решить вопросы, которые у вас могут возникнуть, а также заблуждения и, возможно, даже страхи в теме выбора и работы с колодками. В предыдущих выпусках мы говорили о том, что такое колодки, для чего они нужны, чем их можно заменить, а также смотрели наглядно на примерах, какой получится результат, если утюжить одну и ту же деталь, один и тот же участок с колодкой и без нее. В этом выпуске я расскажу, на что необходимо обращать внимание при покупке колодок. Здесь есть некоторые действительно очень важные моменты. Еще несколько лет назад у меня был опыт покупки колодки, и я сделала определенные выводы спустя время, с которыми сегодня с вами поделюсь. Еще я обещала рассказать колодками, какого бренда я пользуюсь. Эти колодки в роскошном оливковом цвете из мастерской портновских колодок. Это семейная мастерская Наталии и Виталия. Они создатели мастерской. Их мастерская одна из самых крупных в мире, и их колодками пользуются уже более чем в пятидесяти странах. Можно выбрать колодку в разных цветовых решениях. Вот, к примеру, такие оливковые. Есть еще в волшебном лавандовом цвете и в нежно-розовом и голубом. Когда я только получила колодки, я не могла налюбоваться ими, потому что настолько они идеальны, и не могла перестать гладить их, потому что поверхность дерева действительно как шелк. Итак, первое, что необходимо выяснить перед покупкой колодки, это материал, из которого изготовлена сама колодка. Колодка должна быть изготовлена только из лиственных пород дерева, не хвойных, потому что хвойные породы выделяют смолу при нагревании. К примеру, мастерская портновских колодок использует практически во всех колодках липу. Липа считается идеальным и самым лучшим материалом для влажно-тепловой обработки, потому что отлично поглощает тепло и влагу и позволяет благодаря этому эффективно проводить влажно-тепловую обработку. Если вы смотрели самый первый выпуск, то знаете, что именно благодаря такому составу колодки происходит быстрое высыхание и остужение материала, изделия и случается та самая магия превращения плоской детали в объемную. Еще при нагревании липа не выделяет никаких вредных токсичных веществ и смолу, а только шикарный древесный немного сладковатый аромат. Мне кажется, абсолютно все любят этот запах, мне он даже поднимает настроение. На секунду даже кажется, что ты оказался на прогулке в лесу в теплый солнечный день. Еще отличительное свойство липы это то, что она имеет стабильную равномерную структуру. Именно благодаря этому она равномерно накапливает и отдает влагу. И благодаря этому колодки из липы служат долгие-долгие годы. Кстати, еще для создания особо тонких рабочих платформ мастерская портновских колодок использует березу. Она очень прочная и тоже супер долговечная. С материалом разобрались. Следующий момент это поверхность колодки. Поверхность дерева должна быть максимально гладкой, без каких-то шероховатостей, без сколов, без дефектов. Кстати, в процессе работы, в процессе постоянной утежки поверхность уже будет терять со временем эту шелковистость. Это абсолютно нормально, это естественное свойство дерева. Вы можете подшлифовывать эти участки, если хотите вернуть пылую шелковистость. Но в целом вы можете просто накладывать дополнительно отрез ткани для того, чтобы защитить, например, особо деликатные материалы. Рабочая поверхность колодок, то есть та, которая обтянута материалом, тоже должна быть ровной, без каких-либо складок и сборок, особенно по бокам. Часто кажется, что боковые участки не такие важные, главное, чтобы сверху все было ровненько. На самом деле, боковые участки вы тоже будете использовать в работе, они очень важны, поэтому важно, чтобы они были гладкими и ровными. Иначе эти складки могут оставить следы на вашем изделии. Некоторые колодки мы можем прямо вкладывать внутрь изделия для того, чтобы поутюжить тот или иной участок, например, универсальную колодку. И очень важно, чтобы в такой колодке не использовались внешние крепления, потому что область вокруг шурупов со временем может скалываться и волокна могут отходить, и это сделает затяжки, дефекты на вашем изделии. Мастерская портновских колодок в универсальной колодке не используют внешних креплений, кстати, и в других видах колодок для труднодоступных мест. Поэтому эти колодки максимально безопасны. Ну а если внешние крепления и есть, в больших тяжелых колодках они будут, то поверхность вокруг шурупа должна быть идеально отшлифована. Следующий момент — это материал, из которого изготовлена рабочая поверхность колодки. Часто многие производители именно рабочую поверхность набивают опилками или другим заменителем. Кстати, колодка, которую мне делали на заказ много лет назад, как раз была набита опилками, и сейчас ее поверхность уже не такая гладкая, где-то опилки промялись, поэтому появились в некоторых местах неровности. Опилки идеальны, на мой взгляд, если это подушечка, например, для отстаивания шву, деталей или даже для придания форм. Они недорогие и, если что, их можно будет в будущем заменить, купить новую. Но вот колодки, деревянные колодки, они уже выше в цене, поэтому хочется, чтобы колодка, которую ты один раз приобрел, служила тебе долгие-долгие годы, не выходила из строя. Поэтому рабочая поверхность колодки должна быть тоже изготовлена из древесины. Мастерская портновских колодок принципиально, не набивает рабочей поверхности своих колодок опилками и другими заменителями, а использует только массив дерева, благодаря чему колодка приобретает ту самую долговечность, прочность, будет служить вам долгие годы и приносить удовольствие в работе. Еще мне очень-очень нравится, что в мастерской портновских колодок можно выбрать цвет обтяжки. Я не видела такой опции у других производителей, и я очень рада, что мою рабочую зону украшают колодки в оливковом цвете. Они выглядят просто шикарно. Кто-то может испугаться, что цветная обтяжка колодки может оставлять следы или даже линять на изделия, которые вы утюжите на колодке. Да, такое случается, поэтому очень важно находить проверенных производителей. Могу с уверенностью сказать, что у мастерской портновских колодок обтяжки не линяют, поэтому вы можете быть абсолютно спокойны. На этом все. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вам эта история с колодками, есть ли у вас колодки, а если нет, то какую хотите приобрести. Я, конечно, советую всем-всем в первую очередь попробовать универсальную колодку в наборе с подушкой на ленточках. Не забудьте и про деревянный утюжок. Он есть в разных видах, в разных формах. В мастерской портновских колодок убирайте на свой вкус. Они все делают идеально, поэтому я обещаю вам точно понравится. Благодарю вас за просмотр, желаю вам успехов и удовольствия от шитья. До встречи в следующих видео.